Соревнования по военно-прикладным видам спорта – это прекрасная школа воспитания настоящего мужского характера, укрепление физической формы и совершенствование воинской выучки. Все эти качества очень нужны будущим защитникам Отечества. «Служить России суждено тебе и мне» – так назывались открытые соревнования по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи Краснодарского края, которые прошли в спортивном зале Славянского электротехнологического техникума. 17 команд из 6 муниципальных образований прибыли сюда. На торжественном открытии состязаний собравшихся приветствовали почетные гости – руководители ветеранских организаций и представитель войсковой части. Они поздравили участников соревнований с предстоящим праздником – Днем Защитника Отечества и пожелали им успехов в освоении военного дела. «Наши военно-спортивные игры имеют одну единственную цель – это подготовки к службе в вооруженных силах. Но остальное – это физический поток, все остальное, оно все прикладывается. Почему? Потому что в армии служить всего год, поэтому желательно, чтобы наши ребята были более-менее подготовлены к службе в армии. Умели разбирать автомат, снаряжать магазин, ну самые простые азы умели. Вот это самое главное». Показательные выступления воспитанников военно-патриотического клуба «Юный десантник» стали отличным зачином для предстоящих соревнований. Воспитанник клуба «Юный десантник» Кирилл Мартын с большим увлечением занимается военной подготовкой и демонстрирует немалые успехи. Он был награжден макетом автомата «Калашникова». «Я очень рад, что мне вручили автомат. Я очень рад, что я занимаюсь в клубе «Юных десантников». Я стану настоящим защитником Отечества». Команды участвовали в следующих видах состязаний. Они проводили сборку и разборку автомата «Калашникова», снаряжали автоматный магазин патронами, стреляли из пневматической винтовки, подтягивались на перекладине. Они очень старались и действовали в силу своей подготовки и настроя. «Да, я хочу связать свою жизнь с армией. Я хочу служить во флоте, собираюсь поступать в военно-морскую академию. Очень нравится, потому что мои деды были военными, все ветераны Великой Отечественной войны. Вот, поэтому, собственно, и хочется заниматься этим». И даже надевание общевойскового защитного комплекта на время не поставило ребят в тупик. Они делали это, как правило, быстро и качественно. Дома, как говорят, и стены помогают. И участники соревнований Славянского района, отлично подготовленные, чувствовали себя уверенно. «Мне очень нравится заниматься военно-прикладным делом. У нас очень дружная команда. Мы тщательно подготавливались к соревнованиям. Занимаемся разборкой, сборкой автомата, собиранием магазином, стрельбой, челночным бегом». Комплексная военизированная эстафета стала самым увлекательным, зрелищным и требующим слаженных командных действий и испытанием. Команды показали все, на что они способны. Победили сильнейшие. Первое место завоевали ребята из клуба «Будущий воин» из станицы Петровской. На втором – казачий класс 48-й школы из станицы Черноярковской. И замыкают тройку призеров «Петровчане» – представители клуба «Юный патриот» из 29-й школы. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков. Программа «События». Продолжение следует...